Здравствуйте! На канале Лида ТВ информационная программа события. Я Алексей Водейко и мои коллеги прямо сейчас расскажут о жизни нашего региона. В начале выпуска анонс его основных тем. Перенесшие коронавирус готовы оказать помощь тем, кто сейчас борется с ковид-19. В Лиде начали забор антиковидной плазмы. В целях профилактики на рынке по улице Комсомольской сегодня провели внеплановый санитарный день. Трава у дома. Личан волнует вопрос, почему в городе не косят траву. Подробности этих и других тем прямо сейчас. Лабораторию для определения инфекционных заболеваний планируется открыть в Лиде. Поручение проработать этот вопрос было дано главному врачу Центральной районы больницы Вадиму Трубчику и главному врачу Зонального центра гигиены и эпидемиологии Алексею Арачеву, председателем райисполкома Сергеем Ложечником. Открытие лаборатории ПЦР диагностики в нашем городе позволит сократить время получения результатов исследования. Отметим, сегодня мазки, взятые у пациентов с подозрением на коронавирус, либо контактов первого уровня отправляются для исследования в Гродно. Лаборатория ПЦР. В данной лаборатории можно будет проводить исследования не только на вирус COVID, но и на другие вирусные заболевания в дальнейшем. Это СПИД, гепатит и многое-многое другое. Проработан вопрос с площадями. Нашли, подобрали. Сейчас изучается оборудование, которое необходимо приобрести. Согласованы все вопросы с вышестоящими руководствами, с руководством облздрава. Это приветствуется. И в ближайшее время лаборатория данная будет организована на базе ГИД. Лидская станция переливания крови начала забор плазмы у пациентов, переболевших COVID-19. Она содержит антитела к коронавирусу и может помочь ковидным пациентам, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, справиться с ним. На сегодня в Лиде плазму сдали 6 жителей региона. Еще трое переболевших готовы это сделать. С каждым таким кандидатом в доноры медики работают индивидуально. Яуген Буяк – медицинский работник. Просой рентгенолаборантом у Лидской центральной районной больницы. Коронавирус он перенес в легкой форме. Лечился дома. Постоянно приезжал врач. Каждое утро звонили. Спрашивали, как самочувствие, как все чувствую, как дела, как проходит болезнь. Если что, сказали звонить им. Если будут какие-то симптомы принимать, соответствующие препараты, они там все назначили, сказали. Ну вот так, в общем, нормально все проходило. Из симптомов что было? Ну из симптомов незначительная головная боль, как бы в начале было. И пропал запах. Вкус остался, а запах пропал. Быстро вернулся? Ну, не так. Недельки полторы-две. Ну, в семье никто не заразился. У меня у жены отрицательные тесты. Два раза брали у нее. И у нее родители тоже отрицательные. 4 мая тест у яугена показал плюс, а 12-го уже был минус. На момент сдачи плазмы после выздоровления у яго пройшло больше за два тыдни. А это одна из основных умов при таким донорстве. Сдавать антиковидную плазму могут только те, у кого отмолный тест был не меньше, чем два тыдни тому. Другая умова – стан здоровья. У донора не должно быть хронических заболеваний. Третья – взросл от 21 года до 50 годов. Вось тому не у всех, кто перенес коронавирус, могут допомогти іншим пациентам. Основные требования – это их состояние здоровья. Потому что есть целый ряд противопоказаний, для которых сдавать плазму они не могут. Как и кровь. Являться донорами крови не могут. Ну, и обязательно, конечно, желание человека сдать плазму для того, чтобы помочь больным пациентам. С каждым донором мы, в общем-то, работаем индивидуально. В плане того, чтобы допускать их к плазмоферезу или не допускать. Ну, и на сегодняшний день у нас уже обследованных где-то есть человек 15 переболевших ковид-инфекцией. Ну, их готовим при их желании, конечно, и при сохранении этих сроков после заболеваний будем готовить для сдачи плазмы. Забор плазмы у Лиди начали 26 мая. Первой пациенткой была лечанка Татьяновая Аводина. Праздник Алькидён на станцию переливания крови пришёл и Ауен Буяк. Ну, мне просто позвонили, предложили. Я согласился. Я до этого кровь сдавал, ну, просто кровь. Первый раз, да, был донором. А сейчас первый раз уже плазму сдал. Я думаю, дальше продолжим. Первая донор очень хорошо перенесла, чувствовала себя прекрасной. После мы ей звонили, спрашивали, как она сказала, что ещё. Согласна, если будут у неё института, согласна сдавать. Женщина очень, ну, позитивно отнеслась к этому. Вот, ну, это у нас второй вот донор тоже. Первая женщина, она в более тяжёлой форме перенесла эту инфекцию. У неё была пневмония правосторонняя, сегментарная. Ну, а у этого донора, вот этого, который у нас теперь, у неё более лёгкая форма. Кожный донор сдаёт по 600 мл плазмы. С Лицкой станции переливания крови она накировывается у Гродно, где проходит додатковое доследование. И только после этого плазма может быть выкористана для лечения пациентов с коронавирусом. До речи у Лицкой центральной районной больницы на сегодня плазму перелили омаль 10 таким пациентам. Заготовленная плазма подвергается патоген-редукции. Проходит исследование на гемотрансмиссивные инфекции ИФА и ПЦР. Отправляем плазму для исследования и патоген-редукции в Гродненский областной центр трансфузиологии. Дальше она распределяется по потребности наиболее нуждающимся, наиболее тяжёлым больным для повышения пассивного унитета у этих пациентов и для стимуляции их выздоровления быстрейшего. Забор антиковидной плазмы для Лицкой станции переливания крови на промок новы, але зараз вельми запотрабованы. Разом с тем тут протягивают на рыхтовать и іншые компоненты крови. Одным словом, працуют в штатном режиме. Работаем под потребность лечебных учреждений, заготавливаем нужные компоненты крови, плазму, эритроцитную массу, тромбоциты при необходимости. То есть помощь больным оказывается. Но, в общем-то, с прошлой недели, вот с 26 мая, станция включилась в общереспубликанскую работу по заготовке плазмы от переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня у Лидии Лицким районе около 400 человек, которые перенесли коронавирус. Работники станции переливания крови телефонуют тем, кто подыходит по взросле и, мая отмолвенный тест на COVID-19 больше за 20 дней, пропонуют им стать донорами плазмы. У большинства люди сгаджаются до помахчей. Из-за этого медики удячны. Правда, частка, хоть и мая жаданья, оленя может сдать плазму по медицинских показчиках. Сегодня рынок по улице Комсомольской был закрыт. Причина тому – внеплановый санитарный день. Рынок – одно из особо посещаемых мест. В сложившейся эпидситуации здесь важно профилактировать распространение коронавирусной инфекции. Поэтому руководством Лидского филиала Гродненского облпотребобщества и Зонального центра гигиены и эпидемиологии было принято решение провести дезинфекцию всех помещений и павильонов с обработкой поверхностей в них, а также дезинфекцию мест общего пользования. Наш рынок является большим объектом. Здесь массово скапливаются люди. И на данном объекте должны выполняться противоэпимические мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусных заболеваний. Руководством предпринимаются меры. Радио используется на рынке, объявления идут. Есть оборудованные места, где имеются дозаторы с антисептиком. Это все позволило не допустить, чтобы на данном объекте среди индивидуальных предпринимателей были больные люди. Так что заболевших на рынке у нас сегодня нет. Но работники, индивидуальные предприниматели должны то же самое выполнять эти требования. Были мы тут с проверкой в понедельник. Работники работали без масок, не соблюдали меры дистанцирования. Павильоны были грязные, не убранные. И вот мы приняли решение с администрацией рынка в среду провести субботник, чтобы все вышли. Убрали свои места рабочие. Здесь мы делаем сегодня и профилактическую обработку, чтобы в четверг посетители пришли на безопасный объект. К другим темам. На горячую линию Лидского телевидения поступают жалобы от Личан о том, что в городе не косят траву. Особенно она пошла в рост на придомовых территориях. Как оказалось, по косам травы в Лиде в этом году занимаются не только работники местного жилищно-коммунального хозяйства, но и одной из столичных организаций. Личане в недоумении. Такой высокой травы во дворах никогда не было. Как оказалось, траву никто не подсеивал и не удобрял. Просто ее никто не косит. Еще год назад по косам травы в Лиде занимались работники Лидского жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас они отвечают за порядок лишь на определенных территориях. Чтобы исключить монополию по распоряжению Гродненского областного комитета, было принято решение провести на конкурсной основе отбор организаций по оказанию некоторых видов услуг. По техническому обслуживанию, текущему капитальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг и выполнение работ по объектам благоустройства населенных пунктов. Тендер на проведение почти всех работ в Лиде выиграли местные коммунальщики. А вот уборку улиц и покос травы на придомовых территориях в городе в этом году осуществляет Минская организация Транспарент Сервис Групп. Она же взяла на себя покос травы на придомовых территориях, в агрогородках Дитва и Гуды, деревнях Минойты, Доржи и Селец, в поселке Первомайске и в Березовке. Данный договор действует три месяца. По истечении данного договора мы опять же будем проводить тендера, опять же будем мониторить. Если эта фирма нас не будет устраивать, конечно же мы ее будем исключать однозначно из наших процедур. Лидские коммунальщики уверяют, что работы, доверенные жилищно-коммунальному хозяйству, выполняются. Лидская ЖКХ была выбрана подрядчиком по уборке придомовых территорий и покосу городских территорий, чем на сегодняшний день мы и занимаемся. Тендер проводился на оказание работ с мая месяца по июль месяц. По договору столичная организация должна была приступить к своим обязанностям с 25 мая, но сделано это не было. Как пояснил ее представитель, на то были определенные причины. Полный штат вообще был не набран. Мы к работе приступили 25 числа с несколькими человеками. Например, косы у нас до сих пор только два человека. То есть мы не можем еще набрать весь штат. Вы понимаете, что за неделю мы не можем обкосить весь город, который до этого полмесяца не косился. ЖКХ вроде бы как бы отдала эту работу, но в то же время она не может предоставить то, что она нам должна предоставить. До сих пор нам ЖКХ не может предоставить трактор. Вот завтра тоже будет решаться этот вопрос по трактору. Они могут составить договор. В Лицком ЖКХ соглашаются, что с юридической стороны не все вопросы до конца решены. Однако по возможности наши коммунальщики пытаются делать то, что в их силах и на уже не их территории. Пока готовились документы, договора заключались и прочие работы с документацией, Лицком ЖКХ своими собственными силами был, ну, был, город поддерживался, старались поддерживать город в чистоте, чтобы это не сказалось как-то на гражданах и немножко, чтобы, ну, город был чистым. Пока что работа не очень налажена, ну, все это в процессе. Значит, на территориях города можно увидеть на городских территориях мешки с мусором, где-то переполненные урны, вывоз мусора не произведен. Ну, это все в процессе. Нами, Лицким ЖКХ, предоставлены договора для подписания с обществом вышеуказанным. Ну, пока ответа нет. Пока ждем ответ по подписанию договоров. И, ну, я думаю, будет производиться вывоз мусора. В четверг, 4 июня в Лицком райисполкоме по инициативе руководства района пройдет встреча с представителями столичной организации, которая должна заниматься наведением порядка в Лидии и в некоторых населенных пунктах района наряду с местным жилищно-коммунальным хозяйством. Лицкий райком БРСМ и руководство Лицко-Березовского ДОСАФа вручили награды победителям и призерам районного, областного и республиканского этапов конкурса рисунка «С чего начинается Родина», посвященного 75-летию Великой Победы. На Литчине в районном этапе конкурса приняли участие более 60 человек. Это была учащаяся молодежь. Ребята представили свои работы в трех номинациях. Есть такая профессия – Родину защищать, этот День Победы и Беларусь моя синюка. Десять лучших рисунков районного этапа конкурса «С чего начинается Родина» были отправлены на следующий этап. В области жюри тоже впечатлили работы Литчан. Диплом первой степени завоевали картины Анастасии Мацкевич, Маргариты Тупко и Арины Русиной. Дипломов второй степени за свои творения были удостойны Полина Теста, Игнат Витулевич, Рапмир Трофимчик и Арина Урбанович. Третье место заняли рисунки Вадима Волчика и Юлии Дробыш. Право участвовать в республиканском конкурсе получили работы Анастасии Мацкевич, Арины Русиной и Арины Урбанович. Мне очень приятно отметить, что большое количество ребят участвовало в данном конкурсе. Они очень активно подошли к этому. И некоторые рисунки, или я бы сказал уже, ну, может быть, не совсем шедевры, но очень-очень хорошего качества. Когда проводился отбор, трудно было выбрать. Это я говорю действительно правду. Целью это, конечно же, патриотическое воспитание, потому что там номинации были все на основе патриотики в год юбилейный, 70-летие победы. Поэтому ребята с этой задачей очень-очень хорошо справились. Ну и еще отрадно отметить то, что представители района победили в конкурсе, в областном конкурсе ДОСААФ. Представители района были номинантами, к сожалению, чуть-чуть не хватило до первого места, на второе и третье место получили на республиканском уровне. То есть среди всех областей, среди всей республики в ДОСАФе они отмечены, я бы сказал, это все на победу. Поэтому большое-большое им спасибо. На республиканском этапе конкурса «С чего начинается Родина» работа Арины Урубанович была отмечена дипломом второй степени, а работа Арины Русиной – третьей. Вдохновилась я, наверное, из-за любви к своей родине, из-за ее красивых пейзажей, лесов, озер, рек, полей. Я была рада за то, что за меня проголосовало очень много людей, за то, что они оценили мою работу. Но я в дальнейшем планирую тоже участвовать в разных конкурсах, по разным тематикам и получать хорошие результаты. Из-за дождливой погоды в Лиде велопробег, запланированный на сегодня, переносится на пятницу, 5 июня. Он пройдет, как и было запланировано, на трассе в лесном массиве Боровка. Старт ему будет дан в 17 часов. В четверг в нашем вечернем эфире смотрите программу «Мой вопрос». Ее гость – заместитель начальника управления образования Лидского райисполкома Ольга Тарасюк. Речь пойдет об особенностях завершившегося недавно учебного года, о мерах профилактики предпринятых в учреждениях образования в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и об оздоровительной кампанией. Также будут заданы у гостей вопросы от телезрителей и личные вопросы. Включайте Лидское телевидение в четверг в 19 часов, в 21.30 и в 23 часа. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова